всем привет с вами you up design мы продолжаем записывать обучающие ролики про передовые не самые передовые технологии в веб-разработки и веб-дизайне сегодня у нас по расписанию ролик про css свойства мы там до этого снимали про css blend modes про flexbox про css шейп с первого уровня там и многие другие видео происходить и анимации недавно было поэтому да обязательно смотрите их у нас на канале а сегодня будет про css clipping and masking то есть css обрезки и но и маски да я не знаю это по-русски нормально назвать клиппинг и маскин пусть будет то есть давайте сначала как обычно немного теории вот мы поделили на css clipping css маскин веб-кит-клип-path веб-кит маск имидж маск бокс имидж чего-то не это двинули здесь как-то это не очень в общем суть в том что в первом случае у нас в качестве источника выступает любой шейп или какой-нибудь свечи путь то есть здесь векторное векторное значение должно свойства принимать в зависимости от того какие они могут быть на практике уже посмотрим более подробно и в случае css masking то должно именно какое-то изображение вообще css маски двух видов бывают альфа канал и люминесцент на или как-то так они называются в общем которые по количеству света на самом деле примерно одинаково работает то есть в одном случае этот цвет и прозрачность неважно какого цвета эта маска ну в фотошопе собственно наверняка умеете это накладывать там абсолютно неважно как вы слой за закрасить если вы это потом как маску наложите он будет воспринимать если есть цвет это там но один если он постепенно уходит в прозрачность то он сходит на нет и в зависимости то какому объекту это применяете у него именно так и меняется фон или что-то другое то есть вот в данном ситуации в данном случае вот эти два свойства они принимают значение именно изображение неважно растровая она будет или векторная то есть мы посмотрим варианты как делать несколько разных масок но изображение здесь векторный путь то есть вот как то так на самом деле клиппинг и masking он может быть с помощью стандартных css свойств и с помощью сведе это здесь небольшое такое перекликание если в случае css перекликание будет css шейпс опять же смотрите ролики а все в случае с сведе понятное дело сведе перекликается со сведей ну короче говоря сейчас посмотрим я здесь вот в бреке все сделал небольшой проектик и вот я его в хроме открою буду показывать в хроме потому что в нем больше больше всего работает но потом посмотрим как в браузерах это реализовано но да в общем в хроме удобнее показывать и там расширение еще есть которая нам поможет работать с ссс шейпами давайте посмотрим чего у меня здесь у меня здесь заголовок вот он тут какой-то дефолтный отступ я его даже не менял здесь картиночка ее закомментировал но мы потом будем с ней работать здесь гифу и в нем параграф так то есть и здесь сведе в котором в пункте дефс как это в элементе дефс дефинишнс есть несколько клип пасов которые типа обрезочка и вот они здесь просто так показаны этот сведе он не отображается под вот этим заголовком второго уровня то есть он здесь просто как спрайт лежит ну то есть это не сведи спрайт в общем виде про который еще обязательно будет видео просто да не сегодня и вот тут мы парочку по иди шникам к ним будем обращаться шейпы текста не называются в css потом посмотрите как к ним можно будет апеллировать в общем сейчас посмотрим что касается текста то есть чем если мы посмотрим то но у нас бодик у него есть цвет там текст заголовки вот у дива у него есть картиночка вот это на бэкграунде то есть волк и тут бы бэкграунд репит на ури пицца из сто процентов авто ну короче говоря вы поняли тут цвет параграфа то есть если я его сделаю белым то так колодки по ходу дела не очень работает ну ка пинг я хочу чтобы он работал все работает да вот то есть здесь путь пи параграф путь это я уже все вот сюда смотрю макс в из 60 процентов чтобы нам его было видно вот из-за этого окна брэкет с маргин о то чтобы был по центру веб-кит клипа то есть то о чем я говорил клипа с это будет работать в будущем и раб будет работать для firefox в том числе там по-моему еще это не работает но будет веб-кит нужно для хрома и для сафари соответственно то есть он кроме как я уже сказал может css свойства применять то есть базовые шейпы которые мы все с шейпс описывали то есть это сёкол эллипс полигон и inset то есть inset это квадрат внутренний полигон это полигон из бесконечное количество точек сколько укажем сёкол соответственно круг там мы еще посмотрим на и эллипс тоже это овал то есть давайте посмотрим вот я базовый сделал полигон но я его делал с помощью расширения вот я волка вырезал чтобы типа текст но здесь я не очень ровно его вырезал но тем не менее вы суть ясна то есть можно его вот так вот выделить здесь дополнительно текст вот такой если эта картиночка будет зафиксирована там абсолютным каким-нибудь позиционированием то при скроллинге этот волк будет вот также перекрывать этот текст но конечно не будет потому что обрезка то нас к параграфу то есть это параграф вот этот будет при скроллинге уходить но в общем вы понимаете какие что можно абсолютно разные вещи этим добиться то есть если здесь какая-нибудь картинка города как в известных примеров в интернете и здесь заголовок он немного за горы заходит то есть он точно также горы выделены обрезан у заголовка этот пас и он так чуть-чуть за него заходит какой-нибудь одной буковкой можно очень изящно это сделать поэтому тут уже ваше воображение вам поможет но выглядит это вот так то есть если я сейчас здесь в и посмотрю понятное дело что вручную вот это выбирать это не очень тем более здесь значение в пикселях то есть если я буду это сдвигать то вы сами понимаете обрезка она попортится его можно точно также делать процентах мы еще посмотрим это по ходу дела но да так какая она была ну вот типа такой какой-то было то здесь у нас есть расширение шейпс эдитер фо хром что-то подобное и здесь можно вот добавлять эти полигончики если добавлю плюс я могу еще добавить какую-нибудь обрезку дополнительную там circle ellipse еще один полигон или выбирать этот я не знаю почему chrome вот так вот заново мне вот вот эту картиночку показывает несмотря на то что она на самом деле ниже поэтому и собственно не так неровно обрезал потому что я это дело примерно наугад на вообще вот вы можете точки подвинуть вы видите она там вас пересчитывается одновременно и вот она уже вот на окорок волчий залез текст но вы поняли то есть есть к есть тузы для работы с этим но наверное удобнее всего когда вы работаете вот с этой вот картиночкой то есть если у вас это не волка что-то какой-то элемент вашего дизайна то сразу проработаете для него маску в фотошопе или где-нибудь там в иллюстраторе где вы это будете работать и ну не не маску а вот clip path по которому будете это обрезать то есть да в иллюстраторе векторным выделите и его можно будет как свечи подключать еще дальше посмотрим то есть вы здесь поняли суть кроме этого работает вот этот бэкграунд клип я по-моему его показывал все с шейпс но если не показывал там по-моему бэкграунд blend modes но в общем должен был показывать если не показывал покажу сейчас то есть еще соберу удива вот это все то есть так полигон а нужно перезагрузить он у нас там да вот так вот получилось бэкграунд color сейчас сделаем параграфы hot pink и если мы сделаем вот веб-кит текст fill color transparent то есть внутри текста у нас заливка будет транспарентная и вот обрезка по тексту то есть хоп мы видим что цвет бэкграунда у нас прорывается только через буковки то есть если я отсюда скопирую вот это картинку с волком то вот там она на самом деле пробивается здесь это не очень видно ну тут да я не знаю когда продемонстрировать но короче говоря он там есть он вы видите он немножечко разных полутонов то есть вот примерно так можно работать с текстом то есть тут опять же ваше воображение вам подскажет сейчас будем смотреть более наглядно уже работу с изображениями то есть вот у нас просто им здесь на странице так и инспектор этот закрою как-нибудь вот так вот сделаю здесь уберу так нет я сайт бар уберу когда перейду вот сюда как-нибудь вот так то есть сверну чтобы нас не отвлекало как я уже говорил все базовые шейпы принимает свойства веб клипа то есть если мы сделаем эллипс то нетрудно догадаться что уже здесь то есть мою бордер боксом можем примерно такого же поведения добиться точнее борда радиусом 4 уже все бордер бокс это не о том борда радиус и можем добиться вот такого же поведения но тут понятное дело мы можем центр переносить то есть если мы решим это 00 или он там через запятых нет не через запятые то просто кодки долго работает короче говоря мы можем перенести центр этого эллипса не только в центр как по дефолту вот то есть если я напишу этот центр он будет в центре это дефолтное поведение но и в какой-нибудь угол я не знаю это 300 100 пикселей то есть если нам нужно подсветить какой-то конкретно то есть вот веб клип от позволяет намного более гибко нам с этим работать то есть если опять же говорить о полигонах можно вот как угодно обрезать эту штуку плюс можно ее в том числе анимировать я со статьи на блоге html five rocks скопировал вот эту штуку у нас здесь описано анимация то есть из такого-то патса вот в такой то на разных этапах на налип на ноле процентов 50 и 100 процентов вот она тут описано без префиксов только смысле точнее с префиксом вебкит только для вебкитовых браузеров и на хувер чтобы это анимация вот так вот проигрывалась ну вы поняли если сделать побыстрее то достаточно эпилептично это будет но да можно это все анимировать как любой полигон любой путь как вы свете анимация опять же смотрите ролик так она и здесь все работает более или менее уже у вас в браузере так но я уберу это но в общем вы поняли полигоны до принимает все колту же ellipse тоже inset тоже что касается как я уже говорил что и клиппинг и маскинг может работать с виде и я вам показывал что у нас там на html очки заготовлена пара клиппатов это шейп и текст я вам к сожалению не могу отсюда показать как это будет выглядеть я могу это вам показать только как выглядит отсюда то есть если мы будем смотреть текст то вот так у нас его дизайн обрезочка выглядит так нужно подвинуть и собственно ладно в общем вы суть поняли ее нужно вручную задавать где она будет находиться по координатам вон вы видите волк на нас смотрит сквозь это изображение чтобы вы поняли где это пишется это пишется вот здесь когда вы работаете с самим и свежи вы пишете начало координат то есть вот так вот это примерно здесь по сравнению с в ю боксом того изображения к которому применяем эту обрезку длину текста его размер там шрифт и так далее то есть можно текст менять я не знаю волк написать вот там спейсинг большой нужно длину текста поменьше сделать вот он волк то есть это это конечно тоже все заранее готовится подгоняется чтобы у вас это на страницах так работала я слабо себе представляю из кейс который вообще можно к этому применить но может быть java скриптом как-то за скрипт по наведении на картинку у вас будет по тому месту где курсор вот так это слово болтаться не знаю что с этим можно придумать но наверное что-то можно придумать пишите в комментариях какие юз кейсы для этого существуют все примеры которые я нашел в интернете они такой демонстративный характер носят но просто поддержка в браузерах еще настолько мало что как бы на каком можно говорить хорошим юз кейсе если это нет нет почти нигде просто вот шейп можно какой-нибудь взять и вот вот такую штуку сделать то есть тут тоже волк на нас из этой клякса смотрит как мы это не подвигаем то есть оно такое обращаться по айтишнику по тому и дешнику который соответствует клип пасу вот здесь в дефинишнзах это работает только с inline и сидит если он есть на странице мы по и дешнику можем доступаться да как то так я уже говорил что да в общем с клип пасами мы закончили я так понимаю тут даже больше сказать нечего про анимирование сказал про бэкграунды сказал про параграф вот здесь да то есть клип пас принимает векторное значение какого-то пути или шейпа можно анимировать можно транзишен делать но мы соответственно да можно было на хавар сделать не только анимацию просто переход из одного в другое там и плавный переход обратно это как как обычно только ваше воображение ну и возвращаемся к маскам здесь именно изображение должно быть я здесь заготовил несколько разных масок но тут слабо видно почему-то между черным и красным здесь показывается но вообще она прозрачная то есть здесь вот такой вот такое пятно что лет искать которых переходит из и полностью непрозрачная в прозрачная то есть вот здесь такое око саурона получилось короче говоря разные маски в изображениях давайте посмотрим как они применятся к волку ю ю в кит маск это общее свойство можно использовать маск имидж если мы говорим об общей маски или бокс имидж это маска по границе они тоже чуть позже поговорим поэтому да ну вот радиал маска 2 радиал маска 2 это вот такой пятно тут по моему все таки до 3 что-то я смотрю не туда в общем вы понимаете да то есть где прозрачно на маске там в прозрачность уходит фона чтобы вы поняли если мы фон изменим о самого давайте на тапу у бодика то здесь вот эта прозрачность она именно в тот контейнер будет переходить которые находятся на на заднем плане то есть здесь это нам большую широту возможности добавляет чем использование обычных градиентов там радиальных или линейных для бэкграунда у какого-нибудь чего-нибудь потому что там фиксированный цвет вот этот задан можно дживоскриптом заскриптить конечно запрограммировать но да здесь это работает сразу работает впрочем не везде как мы уже поговорили о поддержке браузеров еще поговорим здесь вот менее агрессивная маска на втором до более больше прозрачности на третьем прям вот кругляшок который тоже в прозрачность переходит то есть здесь но она такое можете себе представить как выглядит если мы маска имидж используем да и кстати можно несколько через запятую писать конечно же то есть здесь можно и урлов несколько и вот с линейным градиентом сейчас все попробуем то есть помощью маска имиджа вы видите здесь она вот такое пурпурненько и тут еще видна следующая маска то есть чем больше прозрачности накладывается она суммируется там по какой-то геометрически математической формуле не представляю по какой можете в этой стандарт почитать там это очень хорошо написано но это она интуитивно собственно понятно чем больше наложений вот и темных пятен тем больше точного цвета и где больше прозрачность там переход уже соответственно в да то есть стопроцентная прозрачность уже получается не там где она стопроцентная а там где об обеих масок она стопроцентная щас я надеюсь это все понятно было но она на практике действительно очень понятно попробуйте тут не будет у вас никаких затупов поэтому да то есть вот я несколько разных сделал тут вообще например не агрессивно не агрессивно здесь вот кругляшок из 3 маски почти не виден обязательно поэкспериментируйте маска и маска имидж работает вот что касается градиентов туда вот он градиент то есть полный плавный переход от нуля процентов до 100 процентов от полной прозрачности к полной непрозрачности да если мы я уже говорил меняем бэкграунд то вот он практически как у пройдет же в клипе вот так вот в последнем так сейчас я верну на белый цвет он как-то более приятен глазу f6 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 такой кремово белый ну-ка вот он да наверное этого я надеюсь да в общем градиенты можно да можно через через запятую к этому градиенту убери быстрое редактирование урал и например radial mask 3 еще в круглешочек это так пинчи забыл вот вот так вот ну короче говоря здесь вот ваши дизайнерские способности будут видны мои здесь уже видны к эта рамка получилось на памятнике на кладбище но ладно не будем а грустно пишите в комментариях что вы сделали давайте ссылки с удовольствием посмотрю вместе с никитой обсудим как это получается у вас наверное будет даже лучше чем у нас и правильно так что касается гифок прозрачных то тоже можно это вот так он будет выглядеть то есть любое прозрачное изображение будь то пинчи или гиф если она даже анимирована ради бога вот можно вот такую эпилепсию строить можно по наведению и устроит то есть я сейчас даже как-то мне хочется попробовать это по наведению сделать такое можно ну-ка если я сделаю его транзишен кит транзишен all 0 4 секунды из in и для этого соответственно сделаю то же самое нет не транзите цвета свойственно и правильно это как бы как как бы гранд транзите он тоже помнил очень транзите ци но было бы круто было бы круто что касается вот этих вот свойств которые здесь указаны mask repeat mask size они все полностью повторяют поведение background size background repeat но вы понимаете то есть и там и там и вид свойств принимается один и тот же то есть изображение и там и там можно их менять background position соответственно то есть вебкит mask position их там несколько опять же я оставлю ссылку к видео на v3c стандарт если вы скучный то обязательно посмотрите ну или или просто основательно так такой как я вебкит mask image можно и сведи туда ставить то есть вот такой вот лев здесь нарисован где он у меня line и свечи тут вот куча прозрачных моментов и вот черным просто закрашен сам лев то есть тут большое количество патов и на сколько там строк 410 строк и сведи там 409 в грубой прикидке вот вот такой лев получается кстати если по умолчанию убрать вот эти штуки то их там их вон несколько получается то есть как вы могли догадаться дефолтное поведение это все-таки repeat и тот размер который у из фиде там указан то есть вот он вот это тоже я не представляю для каких именно для каких кейсов но но прикольно выглядит круто то есть понятное дело можно же в игра в качестве это же у нас имидж да то есть у нас эта картинка можно какому-то диву применить у которого какой-то там цвет или что-то еще при наведении льва пока не знаю но я уверен что можно очень много кейсов придумать и как только уже будет больше поддержки браузеров то нам на код drops или где-нибудь на коде и хаосе кучу крутых туториалов по этому поводу покажут и правильно сделать собственно про текст про закраску текста и анимацию каких-то там полосочек внутри текста уже было у нас в паблике подписывайтесь на паблик вконтакте поэтому не пропускайте такие крутые штуки так льва закаменчивая и я уже здесь говорю что есть кроме в пакет маска имидж есть в пакет маска бокс имидж если вы знаете я надеюсь что вы знаете есть такое свойство бордер имидж по моему называется ну-ка насколько до борода имидж чтобы работать с ним нужно картиночку туда приложить то есть у нас здесь есть стенд свежи это сиди файл который вот так вот делится на 9 условных частей вот примерно также делится на 9 условных частей картинкой которые присваивают бордер имидж то есть вот так вот я не знаю насколько сейчас работает если я просто бордер имидж сделаю с стенд свежи нет прям даже интересно здесь очень очень слабо видно что вон она есть но ка если еще сделаю бордер вы для 15 пикселей каких-нибудь да так еще 50 пикселей хочу но он немного не так интерпретирует видимо потому что это свежи но в общем суть в том что на этом можно понять как это работает он вот этот вот кусок должен ставить сюда вот этот сюда вот этот ну короче говоря вот эти куски по углам вот этот кусок он должен репетить то есть раскопировать по горизонтальной нижней границы этот по горизонтальной верхней вертикальной верхней вертикальной левой точнее и правой соответственно ну и в центре он ничего не делается вот эту картинку нужно готовить только ради вот этих частей внутренняя часть здесь совершенно не важно ну и в общем также работает свойства вебкит mask boss box image то есть вот такую марку можно сделать из-за того что эта маска как вы помните эта маска она обрезает по краям вот все что не входит вот в эту марку то есть она опять же то что в середине не трогает вот этот серединный сегмент и вот 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 эти вот раз два три 4 5 6 7 8 вот эти 8 сегментов которые по краям она обрезает их вот по этим углам то здесь на самом деле нужно ее размер указывает и сюда под подгонять приходится потому что если укажу здесь то вон она все коряво получается 35 пикселей я так понимаю если я нет это не пиксели 35 раз 35 раз должен сходить не знаю в каких это единиц их измерения опять же стандарте наверное написано это и вот что касается марки и вот этой звездочки которая анимация она да это подсмотренные примеры из статьи на блоге html five rocks я ее тоже обязательно привожу в ссылки к описанию поэтому смотрите кстати клип пафе и маски можно совмещать то есть можно так сейчас его уберу вот эту штуку сделаю по центру то есть она это смешно конечно же ничего не будет 50 процентов по центру вот тут он такой чуть-чуть по маркам обрезана здесь немного даже границы видно вот этого эллипса но это это баги рендеры выпки то я так понимаю но тем не менее как-то так на самом деле так сейчас я чего-нибудь по презентабель не оставлю самом конце беру вот эту маску это кстати презентабельно ну вот вот так у меня выглядит презентабельно в общем да кроме этого я уже сказал что и здесь и здесь и css и свечи значение могут принимать свойства у нас что касается маски свечи которые вот именно inline и свечи вот вот такие с хешем текст они работают только firefox это мне не очень получилось заставить их работать то есть это это уже сильное колдунство и причем она сильная не потому что она какое-то сложное потому что она просто хреново имплементируя в обкидовых и блинковых браузера соответственно то есть сафари в хроме уме поэтому до показал час мог показал чё работает пишите в комментариях как вам вообще я думаю что есть у этого какое-то применение вот особенно самым таким приемлемым из кейса можно сказать то которое именно где параграфы обтекают какое-то изображение если его как-то фиксировано сделать какой-то ну не знаю в общем это хотя бы можно реально применить уже сейчас действительно заголовок за горы спрятать пример он прям крутой несмотря на то что да несмотря на то что я его подсмотрел ну вот вот это еще конечно же очень-очень при пригодный пример такой для реального применения поэтому да давайте посмотрим все со скрипас property то есть здесь вот написано что частичная поддержка в фаерфоксе говорит о том что только урал синтаксис пока поддерживается то есть вот этот урал текст никакие базовые шейпы не поддерживаются firefox и это по-моему отстой то есть что касается вот именно обрезки то хотя бы базовые шейпы бы были уже бы можно было что-то воротить вот с этими же полигонами или кругами но нет не в этот раз можно конечно два их писать то есть один в св g clip path прописать 2 вот вебкит clip path вот таким но не знаю не уверен что это стоит того но и здесь соответственно наоборот что для inline св g поддерживается clip path а для external не поддерживается то есть если мы напишем так сейчас я это все уберу бордер вы с 50 пикселей уберу сейчас верну clip path ellipse так здесь сохраняю да вот если я его уберу сделаю clip path line то работать не будет соответственно на работать не будет но должно работать firefox и ну давайте попробуем мне здесь firefox девелопер идиш не не знаю нам последний не последний но стандарт уже давно не очень работают потому что вебкит clip path это тоже my bad clip path обычный ну как нет нет исследовать элемент что нам говорят инструменты они пишут на что clip path url line св g но по каким-то причинам нет может быть без кавычек написать нет видимо как-то не удалось хотя поддержи по подчеркивается то есть показано что должно работать но не работает ну вот такая поддержка браузеров хреновая у clip path поэтому он тут вот не определились но он и сисус что здесь хронка n хэзан и силы клипа sand back face визбилит вы 3d transform смута такое уже то я не знаю зачем такое воротить но видимо можно сисус маскс здесь чуть-чуть получили похуже не знаю на вебкит blink browsers не поддерживает маска и мечеба маска бокс имидж но для других частей не работает то есть вот что касается среди масок кто не как-то нет не получается который онлайн и свечи остальные пока уже работают пошел саппортом firefox рефер стану саппорт в онлайн и свечи маск элемент то есть а firefox и наоборот только инлайновые свечи маски поддерживаются так что так вот здесь в принципе к этим горам можно было бы какой-нибудь тоже текст пририсовать да так что да обязательно подписывайтесь на канал кстати я здесь заготовил себе не забыть поздравить нас и вас 5000 с половиной подписчиков ровно на момент нашей записи ну-ка давайте посмотрим кто-то уже удалился пока пока записывал youtube.com слышь его дизайн очень легко запомнить так о канале да у нас где это пишется 5500 подписчиков да то есть такая круглая дата спасибо за то что вы с нами правда если бы не вы этого ничего бы не было то есть именно ваша поддержка помогает нам нерегулярно записывать видео и регулярно записывать подкасты поэтому до подписывайтесь на нас на ютюбе ставьте лайки рассказывайте друзьям подписывайтесь на вконтакте в инстаграме в твиттере и фейсбуке слушайте наши подкасты в итюнсе услышимся увидимся всем пока вконтакте